что не понял разумею разумею задавайте опрос хоть по политике хоть почем я во многом в чем разумею почему что значит ваша наша правительство к сожалению вам помогает я из канады если что да потому что эти деньги могли бы пойти на благоустройство городов они на помощь украине но я знаю так вы же начали войну в четырнадцатом году россия активную фазу фирале ну знаешь такой а то а то начал кто-то по приказу турчинова ты просто молодой еще был не помнишь те как сказали ты в четырнадцатом году был мало еще просто не помню знаешь такое антитеррористическая операция да ну и подгорела тела шок торонто а вы минск да окей на какие темы беседовать а может вопросы интересные есть негативно негативно я бы предпочел чтобы украина фрагментировалась мирным путем знаешь такое слово фрагментировалась понимаешь то фрагмент разделилась до нет зачем центральная украина остается украиной восточная украина как вы как вы сателлит россии как белоруссия а западная польша венгрии кому словаки там еще румынии румынии ну зачем ну конечно лучше было мирным путем решить а если проводить военная операция надо было в четырнадцатом году я проводить хотя говоря кстати говоря у меня много по этому поводу роликов на канале что не понял ну вот контент для канала ищу что я делаю а вы что делаете вы тоже канал имеете но есть вопросы какие же камни ну ладно хорошо всех влах жду на канале харьков ну нет сейчас не в харьков нахожусь а вы в дании в донецке находитесь правильно программу пока окей нахи темы беседуете может вопрос интересно вас есть вы давно вы сейчас где находитесь в торонто я нахожусь я понял команда торонто до регион онтарио вы уже давно втором тоже с пятого года ну последний месяц очень опечален этими событиями когда харьковской области слили я тоже этим опечален но к сожалению российские войска а именно с той стороны там в основном российские войска были есть они вынуждены были отойти харьковской области слили именно потому что российских войск там не было какой-то генерал идиот все все войска перебросил на херсон оголив полностью там осталось только росгвардия харьковской области это его надо с его надо судить и посадить лет на 15 этого генерала я забыл его фамилию по моему кто-то поменьше с украинской фамилии лапин это повыше повыше а может но я не я не может не уверен на короче сволочь он хорошая этот лайк если вы видите лапин кто принимал решение оба переброски войск с харьковской области ферсонская ну наверно причины были что не взятка ему дали с украинской стороны понятное дело что нам они могут дать но неважно мы мы судим по результату с ли слив есть есть репутационные потери есть есть вот и все минусы если вся украина войдет это будет аля у ссср вторая мне такое не нужно для меня главное чтобы харьков освободился от украины и полностью забыл этот безобразный бренд который он не знал до брестского мира пока два русофоба ленин и троцкий не засунули харьков и донбасс кстати ваш донбасс в украину в унр по брестскому миру а но я вы я что еще не не досказал ответ а будет ли это в россии или будет это свое государство там сателлит не саталит это уже вопрос второй главное освободиться от всего этого украинского вот у каждого значит есть свои преимущества при для входа в россию преимущество логистика харьков второй узел железнодорожный в xsr после москвы по основного параметра магида количество магистральных направлений москва 11 магистральных направлений харьков 8 третье место занимают екатеринбург и питер по 7 вот так из 8 4 я могу конечно расписать если вы были харьковчанина нового то не интересно где какое направление по харькову но из 8 4 чисто российские два чисто украинские и два смешанные вот то есть точки зрения логистики выгодно конечно в россии с точки зрения ощущения своего государства может выгодно иметь своего государства слабожанщина опять таки которое должно иметь таможенный союз россии чтобы обеспечить эту логистику и функционирование харьковского узла в полном объеме их а или хотя бы на больше половины в объеме сейчас он на 20 процентов функционирует от того как я у меня есть коронная фраза что российская империя строила харьков как мощнейший транспортный узел совершенно не для того чтобы большевики его засунули на задворке украины ну понятно это центр так вот я вам тогда могу расписать как харьковчанин и смотрите 8 направлений значит если берем строй если да еще один маленький момент до войны до того как я уехал с харькова у меня была работа связана с железнодорожными перевозками охрана и сопровождение по ж.д. нефтепродуктов поэтому я хорошо знаю инфраструктуру ну я понимаю основа главная сортировочная станция да а знаете в харьков на территории харькова есть одно примечательное сооружение единственное в европе трехъярусная магистральная развязка а3 по одной линии три яруса сходятся железных дорог это единственно в европе то есть городские это метро есть в лондоне и москве по 4 сходятся то есть если вы берете вертикаль от земли то 4 линии может могут пересекаться в одной точке это в лондоне и москве такое есть а вот чтобы на магистральных 3 и вот единственно такая развязка она в халькове есть где на где находится знаете а находится в треугольнике станции новоселовка новая бавария и и новожаново ну заходите на мой канал вам будет интересно плейлист железнодорожная тема дать вам название канала я вам сейчас напишу вот копил вот копируйте копируйте русская часть названия зен клуб вы скопируйте сделайте скриншот если телефона или прямо набирайте на другом девайсе съесть сейчас я наберу прямо так одну секундочку вот Продолжение следует... Нашли там Pendulum, Олег, Денклуб, Олег, Денклуб, не видите? Значит, неправильно набрали. Денклуб я правильно написал. В поиске Ютуба? Ну, как написано, вот прямо скопируйте, наберите. В поиске Ютуба набираете? Да, да. Там все должно быть сразу. Значит, спеллинг неправильный, проверьте. Сейчас, скопирую. Может, мягкий знак случайно набрали там? Нет, нет, нет. У вас такого видео нету, Андрей Луганский там? Есть, есть. Ну, вот это... Ну, Андрей, это... У него много с названием Андрей Луганский? Ну, заходите на это видео. Ну, называется... Ваш канал называется Pendulum... Да, да, Pendulum Олег, вот подписывайтесь. Заходите на главную страницу. Да, да. Вот он. Главную щелкните. Главная или Main, как у вас там? Главная по-русски, наверное, у вас Ютуб. Главная. Видите вверху? Да, да, да. Листайте вниз. Там плейлисты будут. Ищите железнодорожная тема. Где-то шестая, шестая и седьмая строка будет. Хорошо, я подписался. Ну, хорошо, смотрите плейлист железнодорожной темы. А что касается вашего вопроса по Украине, конечно, брать главный ход на Крым, это через Харьков-Александровск, это обязательно. Иначе будет... Я бы сказал, что иначе будет поражение России, даже если они оставят Херсонскую область вместе с вами, с Донбассом. А вот остальную левобережную, это как будет джекпот, если повезет, остальную левобережную Украину. При этом город Киев, соответственно, будет разделен на два. Город Киев и мистер Киев. Город Днепр будет разделен тоже на два. На город Екатеринаславль по левому берегу и мистер Днепро по правому берегу. Вот это в лучшем случае такая перспектива. Но необходимо, конечно, главный коридор брать, царский коридор, по которому цари ездили, через Харьков-Александровск, Мелитополь, на Симферополь. О, блин! А вы что, не согласны? Или считаете, что нереально или что? Понимаете как? Дело в том, что вот здесь вот люди, в Донецке, в Донецкой и Луганской республике, они ратуют за то, чтобы освободить только Донецку и Луганску, и пошли все остальные настоя. Пускай они там, извините за выражение, в жопу друг друга ебут со своими гей-парадами. Ну, это вот такое местечковость называется. А в Харькове будет... Дело в том, что в Харькове-то Ребелинг был не меньше, чем у вас, а даже больше, в 2014 году. Просто Харьков, Аваков все силы бросил на подавление Харькова, а на вас он ничего не бросал. У вас было время подготовиться, и потом только Турчинов на вас бросил уже войска, ведя то. А полицейские силы все Аваков бросил на Харьков. А здесь такие, ну, это украинская черта в Донбассе срабатывает тепло, моя хата с краю. Лишь бы я сбежал, а остальные похер, да. Я понимаю, что тут не самые передовые выходят, и что именно нормальные люди сюда боятся. Я понимаю это, но вот просто беседуешь с людьми, что меня поражает, ладно молодежь, ей мозги сдвинули. А вот наши с вами ровесники, вы поставьте меня, по всей видимости, я 67 года, а вот мои ровесники, да, они вообще, им тоже мозги подровняли в другую сторону. Ну, я в курсе, я в курсе, да. Это еще при СССР ровняли. Вот тот же Харьков основан, официально основан, назван по реке Харьков. А коммунисты придумали какую-то сказку про царя Харько, чтобы оправдать это паскудство, что Ленин с Роским засунули Харьков в Украину. Надо было это оправдывать. Вытащили этих всяких третисортных письменников, типа «Квитки» или типа «Сковороды», которые на уровне дворовой поэзии, можно сказать. Ну, это тычины, по-моему. Да, да. А сейчас это пишет Ницо, и читали, что Вова Пёсикев убив, дальше не помню, за то, что Пёсик не хотел учить украинскую мову. Ну, хорошо, если вопросов больше нет, то если нет, задавайте, если нет, то жду вас на канале. Да, конечно, я подписался. Хорошо, смотрите, железнодорожная тема вам будет интересно, прежде всего. Всего вам хорошего, и после того, как освободим мы Харьков, возвращайтесь домой. Да я у меня как-то... У меня в Харькове как бы и квартира есть, правда, со собственности, там с бывшей женой, с первой. Но я в Москве купил квартиру уже свою под реновацию. Ну, знаете, что такое под реновацию? Нет. Ну, это в Хрущевке купил дом, сейчас в Москве сносят в Хрущевке, ну, и притормозилось. Я в Хрущевке купил довольно дешево, за 103 тысячи долларов. Двушку. В Хрущевке, в Хрущевке, а получу в солидном доме уже в новом, тоже двушку. Понятно, понятно. Ну, всего хорошего вам. Хорошо, всех благ, жду вас на канале. Смерть надрез лел, где диким хамом, их надо было брозгать и плетьми. Как вас исправить? Бизон слева. Может, вопрос у вас интересный есть, на какие темы беседуете? Все про войну, про ваше ставление. Про войну? Ну, давайте про войну. Когда началась первая мировая дата? Начинается, сука. Ну, дядька, вы уже, блядь, вам же... Ну, так и скажите про войну... Так и скажите про войну России с Украиной. Говори. 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 Вам же тут святый, блядь, Петр, нахуй, блядь, дверсти открывает, а вы все, блядь, про Пешу святому. Мы же тогда родились, че шо? Нет. Я знаю историю просто. Что я кого херовый спрашиваю? А я вас про эту войну спрашиваю, что, блядь, все, блядь, ваши кацаны ебали напали. Нет, вы сказали, вы сказали про войну. Когда слово про войну, значит, берут великие войны. Грэнд Вор называется первая мировая война. А надо было сказать про войну России с Украиной конкретно. Тогда... Да, Россия с Украиной, и что Российская Федерация напала на незалежную Украину, то я в этом... Ну, какие у вас вопросы по этой войне? Нет, я говорю, я не отношусь до этого. Плохо отношусь, я считаю, что к войне плохо отношусь. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем. Что бы она сделала? Фрагментировалась мирным путем. Мирным путем. То есть, лягла под вас, чи что? Зачем? Питкаца? Я вообще-то из Канады, если что. Ага, так далеко. А там наших украинцев же ж богатых. Да. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа. Так это не Дуна еще. Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницына, а в самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, не так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. А вы не знаете, где есть Аккория? 60 километров от кордона с Польшей. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Вау. Сумска область между ясно-польшей? Весмитеся? 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 Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консульный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смертный бой. Машистской силой днёмною. Зарашивай чумой. Зарашивай чумой. Зарашивай чумой. Зарашивай чумой. Зарашивай чумой. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога. Зарашивай чумой.